Движение это жизнь, поэтому велосипед это не только отличное средство передвижения, которое позволяет не стоять в толпе, не толпиться в общественном транспорте, не стоять в пробках, даже не загрязнять окружающую среду, а просто ездить, двигаться, заниматься спортом. Ни дождь, ни порывистый ветер, ни помеха для того, чтобы отправиться по делам на велосипеде. На своей странице в социальной сети Ярослава с удовольствием публикует фотоотчеты из велопутешествий на самое дальнее расстояние, одно из последних в Карпаты. В дороге девушка уже не один год, а потому знает, как уберечь своего двухколесного друга от любителей легкой наживы. Обычно это велозамок, но я стараюсь велосипед оставлять по большей мере дома, чтобы защитить его от кражи. В основном это велозамок с собой берет. Однако не все велолюбители так подкованы в вопросах безопасности. Есть еще те, кто, понадеявшись на русский авось, оставляют своих железных коней без защиты. Например, у магазинов или киосков в подъездах. Оставил всего на две минуты, оправдываются хозяева. Однако даже такого небольшого промежутка времени достаточно злоумышленнику для того, чтобы совершить хищение. В динамике небольшое снижение мы отмечаем со 186 до 156 краж в области. Но каждая десятая кража, 10%, это существенная доля краж. В профилактике этого вида преступлений мы делаем акценты на вопросы разъяснительной работы с населением, с владельцами велосипедов, о элементарных мерах предупреждения этих хищений. Не только велосипеды должны быть под пристальным наблюдением граждан. Есть в статистике УВД и данные о краже детских колясок. Да, по сравнению с велосипедными количество таких хищений существенно ниже. Однако они все же присутствуют. Без присмотра оставлять эти материальные ценности нельзя. Хранить их необходимо тоже в тех местах, которые исключат хищение. Ну и соблюдать элементарные меры предосторожности. Кстати, развитие велоинфраструктуры будет продолжено. Сегодня сотрудниками Управления внутренних дел облсполкома прорабатываются возможные варианты безопасных велостоянок, используя опыт минских коллег. Пока же правоохранители призывают граждан быть бдительными и помнить, безопасность вашего имущества в первую очередь в ваших руках.